Всем доброе утро, дорогие друзья! Вчера сделала маникюр, посмотрите на это. Они, мне кажется, светятся в темноте просто, такие яркие ногти. Как я делала нюд постоянно, сейчас мне прям захотелось такой яркости. Себе готовлю завтрак и собираюсь, в общем-то, в тренажерку у меня через час занятия. Так что сейчас я поем, буду варить себе яйца и также отварю яйца для сэндвича. Я делаю яйца, тунец, красный лук с майонезом, все это смешиваю с зеленью. И потом выкладываю на тост или между двумя тостами. А завтра я хочу, у нас так как жара продолжается, я хочу завтра поехать на пляж. У нас есть здесь на одном из островов, так скажем, Стокгольма, полуостровов. Ну, в общем, есть голубое такое место, которое называется Голубая Лагуна. Там абсолютно прозрачная вода. Я не могу плавать, если вода не прозрачная, если вот темная, как на большинстве озер. Я не знаю, что там мне ноги трогает, какая водоросль, никогда не залезу. Вот, и на этой Голубой Лагуне тоже вроде бы как теплая вода, тем более сейчас она наверняка нагрелась. Возможно, у меня даже получится искупаться, потому что в холодной воде я тоже не могу плавать. И завтра утром я повезу прям с самого утра мужа на работу. И после этого прям сразу поеду на пляж. Я теперь столько яиц стала есть, что... Мне надо прям по две пачки покупать. Я реально насела на яйца. Вот я только вчера купила яйца. Вчера вечером осталось 4 яйца. Надо очень реально по две пачки. И мой завтрак готов. Помидор, перец, авокадо. Сейчас посолю, поперчу огурец. Яйцо с кагендрёра салатом. Вы уже про него сто раз услышали, знаете. И яйцо с красной икрой. Этим я сейчас наемся. Буду полно сил для занятий. Я вернулась из тренажёрки. Уже искупалась, переоделась. Кто это у меня здесь? А кто это? Нет, только не трогай человеческими руками. В общем, я готовлюсь к завтрашнему пикнику. Хочу сейчас просто всё собрать примерно. Что мне нужно будет? Клубнику помыла. Возьму с собой. Здесь нарезала сыр. Это я купила уже крекера. А потом вечером сделаю салат из яиц, тунца, лука. Наверное, мне два тунца понадобятся. И петрушку ещё нарву на веранде. И возьму с собой вот это шампанское безалкогольное. Очень классно. Можно и за руль. И такое ощущение, что ты пьёшь настоящее шампанское. А это мне сегодня надо будет допить, кстати. Может быть, сейчас для настроения. И выпью. Я села накрасить лицо. Пока сижу, просто ужасная жара. Даже окно открыло. Прям дома, внутри. Кстати, сейчас посмотрю, сколько на градуснике. Показывает 27,5 градусов. Внутри дома. Прямо сейчас. Это вообще таз. Это просто жарища какая-то. Я плавлюсь. Я просто сижу, и у меня всё стекает. Поэтому я надела такую свободную футболку. На самом деле, я замечаю, что мне вот в жару, в такую, мне сложно быть в коротеньком. Коротеньких каких-то. Не, ну... То есть, вот ты когда сидишь, особенно какие-нибудь коротенькие шорты, да, наоборот, лучше длинное платье. Потому что вот эти короткие шорты, ты положил ногу на ногу, ну, всё это там, процесс пошёл. А в каких-нибудь хэбэшных или льняных брючках, или даже платье, да, вот, которое можно подложить, ты можешь хотя бы какой-то барьер между кожей сделать, и уже легче. В общем, естественно, я не буду красить кожу лица никак, потому что в такую жару я даже не знаю, кто вообще красит, ну, наносит фон, эту базу, как её основу, тоналку, тоналку. Я только наношу такой brightener под глаза, но он чуть-чуть делает их более открытыми, что ли, если какие-то там потемнения под глазами, всё это убирает. Кстати, я недавно купила для бровей вот такую вот штуку. Так, вот, Brow Blade от Urban Decay. С одной стороны здесь маркер находится, но я взяла светлый, то есть для меня он светловатый, он делает, в принципе, своё дело, но очень светлый. Я хочу взять ещё потемнее цвет, но я в магазине хочу попробовать, это я онлайн покупала. А с другой стороны карандаш водостойкий. Так что, вот, мне это нравится. Мне вообще очень нравится, как работает маркер на бровях. У меня до этого был от Glossier, но он не водостойкий, он довольно быстро исчезает. Даже если, мне такое ощущение, даже если я не трогаю брови, он исчезает. Но вот этот вот слишком светлый, но даже слишком светлый, я всё равно вижу разницу. Да, надо заехать в магазин, здесь более тёмный. Всё равно они пополнее становятся, даже с таким светленьким. Это для блондинок. Просто это цвет топ, и такой цвет топ, он у всех брендов, понятно, разный. До этого то, что я брала, он был как раз то, что надо, потому что хотя у меня кажется, что брови чёрные, конечно же, я чёрный карандаш не буду покупать, это будет очень драматично. И я покупаю такие серенькие, светлые достаточно. Просто, чтобы была тень. У меня бровь идёт немножечко вот здесь вот дугой, наверх. И я хочу, чтобы она была просто более ровная. И я это дело закрашиваю. Вот всё. Видите, она становится более такая... Одна линия, вот так вот. Вот. Нет вот этого изгиба. Потому что, на самом деле, вот такой вот изгиб, особенно для глаз с таким тяжёлым веком, да, у меня оно как бы нависшее веко. То есть не видно вот этого подвижного очень сильно. И если вот этого места будет очень много, да, там поднять бровь наоборот, не вот так вот поднять, как при пластической хирургии натянуть, а увести бровь высоко, кажется, что ты тут открываешь как-то. А на самом деле, этой части, которая создаёт этот нависшивик, как нависшее веко, становится... Нависшее веко становится ещё больше, кажется, оно ещё тяжелее. И возраст придаёт нормально так. Поэтому я люблю, чтобы это было так ровненько. Ещё у меня очень плотные волосы на бровях. Некоторым достаточно обычного геля, чтобы их уложить. Мне нет. Вот этот вот гель, это просто... Это не гель, это реально клей. Я вот так вот его наношу. И потом просто вот расчёсываю и даю ему застыть в таком вертикальном положении. Они, естественно, ложатся потом аккуратненько. Но если что, я щёточкой могу помочь. Они у меня не остаются такими торчащими, как при ламинации. Ламинацию, кстати, решила не делать больше бровей. Мне, конечно, эффект понравился. Их очень удобно укладывать. Но я... То есть нужно делать большие перерывы между ламинацией. Я делала тогда 6 недель. И всё равно у меня, видимо, не успели восстановиться волосы. Я пошла, сделала ещё раз. И у меня вот здесь вот прям сожглись все волоски. Я такая смотрю мне. Просто там нет волос. Я вижу татуаж, который я ещё делала до этого давно. А волос нет. Это мне не очень понравилось. Поэтому я решила, что... Решила другими способами укладывать. Вот. И такой гель от NUX. Или NYX. NYX. Мне очень нравится. Я уже вторую упаковку купила. Вот как он называется. Я его коверлага, наверное, показывала. Классно. Так. Теперь у меня от KIKO. Я люблю пользоваться кремами и текстурами. Чтобы накрасить глаза. Кошмар, какая шара. Я беру две кисточки. Одна такая, типа, карандаш. Остренькая, чтобы под глазом накрасить. А другая синтетическая, плотненькая такая. Толстенькая. Вот у меня карандаш уже заканчивается. Должен новый прийти. Они очень классные. Ещё Lora Mercier делает такие карандаши. Тоже такие красивые цвета. Но они стоят намного дороже. Lora Mercier, по-моему, 27 евро. А этот стоит 7 евро. И тоже очень классно. Он не скатывается ни в морщинки, ничего. Но Lora Mercier я тоже хочу. Они такие кремовые, такие приятные. Чтобы раскрыть, опять же, нависший глаз, нависший веко, отвисший глаз. Что я делаю? Я просто вот так вот крашу вот этим вот карандашом. И при открытом глазе немножко так завожу. Ну вот так вот получается, да? Потом беру вот эту кисточку и растушевываю только край. На подвижный веко вообще не залазю. Растушевываю аккуратненько просто край. Так увожу его. Посмотреть разницу, я не знаю, вам видно или нет, насколько этот более такой открытый глаз получает. Это я ещё нижнее веко не подвела. Я не знаю, возможно, на камере ещё тоже плохо видно. Естественно, в жизни выглядит всё это по-другому. Более ярко, наверное, чем на камере. Но есть разница. Я даже ресницы не крашу. Ресницы, я подвожу ресничный край. Каждый день вот эта вот Lush Pro X. Сыворотка. И они у меня вот отросли на ту длину, которая у меня была в детстве. Естественно, не вырастет та длина, которой у вас никогда не было с ним. Но та длина, которая у вас была в детстве, это самый длинный потенциал ваших ресниц. Это получится. И вот они у меня сейчас не накрашены. Такие свои, как есть. В детстве в такую жару я даже не собираюсь, естественно, ничего. Никакие ресницы красить. Вот. Глаза делаю мне так, потому что я так себе больше нравлюсь. С такими макияжем. Фуф. Что у меня там? Губы остались тоже кремовые. На губы. На щечки. И тоже от NYX взяла вот такой вот хайлайтер. Я прям его чуть-чуть, он такой у него цвет, конечно, интенсивный, классный. Я его прям чуть-чуть использую. Сюда. Сюда. А вот своего блеска не хватает. Потного. Это, конечно, другой блеск. Я его еще наношу на тело. Очень красиво получается. Например, вот на эти места. Особенно, если открыто, конечно. На косточки. Наношу сюда. Прямо так вот. Тоже красиво блестит на ноги. И наношу на руки. Мне просто нравится, как это блестит. Кожа так красиво переливается. Мне очень нравится эффект. И у него нет никакого цвета, загара. Знаете, что когда вы сядете на белый диван какой-нибудь, он потом станет весь коричневым. Естественно, такого всего нет. Все. Мой макияж готов. Кольца даже не надеваю. Потому что, как говорят, Настя, не надеваешь обручальные кольца. Я не очень люблю кольца. Действительно, ну просто резко сама ношу сами кольца. Они мне как будто бы мешают. Мне хочется их постоянно снять. А в такой же руме, такие отекшие руки, что я потом просто не сниму эти кольца. Холодное шампанское. Безалкогольное. Секрет безалкогольного шампанского в том, что его надо пить из настоящего, из хорошего бокала. Тогда будет вкусно. Все, я пошла по делам. Секрет безалкогольного шампана. Субтитры создавал DimaTorzok Доброе утро! Я готова заниматься. Сегодня дома жара, а на улице, знаете, прохладненько, но такой воздух заряженный, как будто бы пойдет дождь. Вообще дождь обещается уже пару дней. Позавчера вечером должен был начаться. Что-то там покапало немножко, но серьезного ничего не было. Поэтому вполне возможно сегодня. Сегодня прям душно. Дома заниматься нереально. Я быстро выдохнусь, когда жарко, когда нет кондиционера, не работает кондиционер. Заниматься очень тяжело, мышцы забиваются. Практически невозможно сделать движение. А на улице сейчас мне будет хорошо. И так по кругу три раза. Когда начинаешь заниматься, кажется, нет. Это так тяжело. Я не буду делать еще один раз. Я устала. Но несмотря на то, как я сейчас дышу, после того, как вы позанимались, отдышались, отдохнули, приняли душ, вы чувствуете, как у вас прям кровь идет. И поэтому хочется прям себя во время даже тяжелой тренировки еще немножко заставить, чтобы потом чувствовать себя вот так вот хорошо весь день. Я вам очень рекомендую, естественно, комфортное упражнение делать для себя, чтобы нигде больше не болело, не тянуло. Не знаю, там, если колени болят, что без прыжков. Вот такие вот вещи, чтобы не навредить. Но чтобы мышцы работали, кровь разгонялась. Ох, а как классно заканчивать такую тренировку. Это самый счастливый момент. Ну, чувствую гордость, что несмотря на жару, на духоту я все равно это сделала. И поэтому у меня весь день будет хороший. А мне сегодня очень много надо сделать. Сейчас отвезу ярмаду на работу. Потом мне нужно упаковаться в поездку. Мне нужно покрасить волосы, корни. Смонтировать это видео. И лечь спать пораньше, потому что подъем у меня завтра в 3.40. Самое позднее. Потому что в 4.40 мне нужно быть в аэропорту. Мы едем с девочками в Таллинн. Восемь девочек едет. Так что впереди у меня классные выходные. Мне сейчас нужно отдышаться. С немножко полежу, отдохну и пойду в душ. К нам залетела бабочка. Да еще такая красивая. Смотрите. В общем, я сейчас ее буду как-то спасать. Не знаю, возьму лестницу. Декстер тут уже, конечно, на стрёме. Но он не может тут добраться до того окна. Но ему бы очень хотелось. Спасена! Декстер недоволен, надо сказать. Он додумал, я тебе, что ли, ее отдам? Сегодня у меня вот такой простой завтрак. Просто выложила свой креветочный салат с Кагенрера на авокадо. И сейчас это быстренько съем. Потому что надо уже выезжать. Ребята, сейчас вообще прикол случился. Я заехала на почту получить посылки. Вы знаете, как я все время жалуюсь на большие упаковки. В общем, я на Золанду покупала спортивные носки мужу. Просто несколько спортивных носков. И мне до бесплатной доставки не хватало двух крон. Два крона – это меньше, чем два цента. В десять раз вообще. То есть это... Ну, прям вот ничего, я думаю. Ну, прям... Как они рассчитали все суммы? Специально, чтобы еще что-то взять. Ну, ладно. Возьму карандаш Кико для глаз, которым я обычно пользуюсь. Который я показывала тени. Так вот, я его купила, чтобы мне была бесплатная доставка. Можно было его положить вот в этот же пакет с носками, правда же? В итоге это оказалось две посылки. Вот здесь, ребята. Карандаш. Здесь больше нет ничего. Нет, я вообще... Серьезно, Золанда? Вообще вот это вот... Серьезно? Ну, а теперь веселая часть. У меня здесь, значит, в телефоне есть план того, что мы будем делать с девочками в Толлине. Я, на самом деле, никогда не ездила вот такой вот группой девочек в отпуском. При этом я вообще очень excited. И прям жду не дождусь. Мне кажется, нам будет там прям... Ну, очень классно. План такой. Мы прилетаем рано утром и пойдем погулять. Погулять, потом расслабончик такой. То есть, первый аутфит, что мне нужно, это мне нужно лететь на самолете. В 6.40, ну, возможно, прохладненько. Но потом, когда мы пойдем прогуливаться, то будет жарко. В общем, мне нужно, возможно, шорты, какую-то футболку, чтобы лететь. Так, думаю, что я полечу все-таки в штанах спортивных, потому что там, если в самолете что-то будет работать. Ну, в общем, обычно в самолете прохладненько. Мне никогда не было жарко, даже в самую жару. В футболку с собой надену эту футболку и возьму шорты. Думаю, что мы, когда прилетим в Таллинн, мы прилетаем утром, поэтому просто оставляем багаж и едем дальше. Я думаю, что я вытащу эти шорты, переоденусь там, и оставлю багаж и буду гулять в шортах. Так, в итоге, в общем, я вытащила все вещи, которые, я думаю, что мне пригодятся по плану. Сейчас буду с вами мерить это, вам показывать и какие-то аксессуары добавлять. В общем, решим. Потому что, на самом деле, у меня даже не будет никакого там выбора. мне нужно упаковать так, что вот я точно понимаю, что я это буду надевать с учетом погоды и возможных изменений погоды. Нам, у нас, мы едем с ручной кладью, поэтому у нас только 10 килограмм. И я давно так не летала, вот в, ну, чтобы вместиться прям в 10 килограмм. Поэтому сейчас это для меня будет новый опыт, можно сказать. То, в чем я буду лететь, я не буду мерить. Понятно, здесь это брюки, в смысле, спортивные штаны. Вместо футболки я туда, на тот случай, взяла майку. И потом я переоденусь в шорты. Сюда кладу. И сразу на обратный путь я тоже переоденусь в этих же брюках. Полечу, мы полетим поздно вечером. И я надену футболку. Также думаю, что возьму с собой джинсовую куртку. Ну, в ней, собственно, я и полечу. Она, и в ней не особо жарко, и в ней не холодно. Джинсовая куртка, это супер вещь. Мне это, кстати, от Endada Stories, по-моему. И это моя любимая. Она такая прям широкая, удобная. Ее даже можно на свитер какой-то. Далее вечером у нас ужин, и потом мы идем по клубам. Вот так вот я собираюсь пойти. Несмотря на то, что платье очень короткое, кстати, туфельки, да, которые я покупала, у меня под него есть специальное белье с шортики, которое, в общем, позволяет себе чувствовать комфортно. И здесь довольно большой вырез. Такие тоже есть специальные липучки, которые прилипляются вот сюда вот, и не дают, например, если нагибаться, вот так вот ничего не распахивается, никакого сюрприза, и, в общем, чувствовать себя комфортно. В этом платье, хоть оно сделано рукавами, довольно комфортно, потому что оно, ну, сейчас в жару, потому что оно такое свободное, и плюс здесь еще есть дырка, которое освежает очень. Вы помните его? Я уже надевала на Новый год. Вот это вот с перьями здесь. Я просто сейчас сняла перья, и буду как будто бы в пиджаке. Ну и моя сумочка. Жак Мюни принес, спрашивали, удобная она или нет. Я не могу сказать, что она какая-то суперудобная, потому что в нее вмещается очень мало. Вот, например, я беру свой телефон, и как бы, ну вот, я его положила, и вот здесь остается, не знаю, место для ключей, для карточек. Но, в принципе, когда вы идете вечером, что туда много ничего и не надо складывать, я очень часто телефон просто держу в руках, а в сумочке там все остальное. Поэтому мне просто так нравится ее структура. И вот именно эта модель, которую можно отстегнуть, и вот эту вот ручку сделать длинной, носить ее на плече, например, я люблю вот больше так даже, чем с ремнем. И она любой образ добавляет. Мне форма ее так нравится, что я ее готова простить, ее невместительность. День второй, суббота, 28 градусов. Apple обещает. iPhone, по крайней мере. Экскурсия по городу. Днем мы просыпаемся, мы идем на завтрак, кстати, на завтрак. Пока не забыла. На все завтраки, и пока мы там в отеле, что-то в первый день, я беру с собой вот эту вот пижамку, вы на мне ее уже видели. Очень комфортно, я буду в ней ходить на завтраки. А вот так вот я пойду гулять на экскурсию. В очень своих удобных шлепочках. Мне они прям нравятся, нигде не натирают. Насколько для меня вообще это возможно? Мне обычно вся обувь натирает. Вот, взяла такую легкую тельняшку, если вдруг там прохладненько, потому что без тельняшки у меня очень открытая спина. Если вдруг будет холодно. Плюс вот эта сумка, в которую просто, если я не хочу ее на плечах носить, и мне жарко. А, надо шляпку взять. Так, ну, у меня сейчас хвостик, поэтому он так высоко сидит. И вот эти вот очки я с собой буду брать. Они легкие. Мне они очень нравятся. В последнее время я долго их не носила, эти очки, потому что на них висела цепочка, которую я сама повесила, когда это было там модно. Ну, до сих пор это модно, на самом деле, но я уже поднадоела. Я их не носила, эту цепочку, она тяжелая. А как только цепочку сняла, я думаю, какие классные. Меня, кстати, спрашивали, что это за бренд. Мне подарила эта подружка. На них написано «Лина». Вот так вот. Я не знаю, что это за бренд, но они с полароидным эффектом. Вот я, например, сейчас надеваю, и вообще не вижу, что в экранчике камеры. Вот. Так буду гулять по Таллину. Следующий. Ой, вообще, не могу чувствовать уже, да, что я такая вся excited. После экскурсии мы переодеваемся, и у нас прогулка на яхте. Я думаю, что я поеду вот так. Возможно, я возьму шляпу, но, скорее всего, нет, потому что все равно, если мы на яхте, она будет слетать ветром наверняка. Я беру с собой такие брюки льняные, свободные, чтобы было там удобнее передвигаться. Ну, в общем, брюки мне удобнее, чем какие-то шорты, тем более юбка. Еду я в плоской обуви, но в любом случае на яхте обычно ее нужно снимать. И... Тут у меня еще тельняшка лежит. И с собой я беру, если там будет, например, если мы решим покупать, я просто не знаю конкретно, какой у нас план, можно ли там будет позагорать, будем ли мы раздеваться до купальников, или даже не раздеваться до купальников, но у меня... Я взяла сегодня в H&M вот такой вот, тоже синий топ. Возможно, я просто переоденусь. Я, скорее всего, возьму его с собой в своей сумке. Сейчас покажу, как он выглядит. И возьму с собой мис от купальника, вот такой белый. Если мы будем в купальниках, то я его надену. И вот такой вот верх от купальника в H&M я купила. Его вообще можно по-разному надевать. Вот эту часть можно как бы завязать сзади. Вот так вот сделать. Как вариант. Мне больше понравилось с лямочками. И сзади просто вообще такая полосочка. Спиной загорать в нем отлично. В общем, да, если будет очень жарко на лодке, на яхте, я просто переоденусь в купальник. Будем там пить шампанское, танцевать. Да. Ну, а после яхты мы пойдем снова в бар, в какие-то клубы. Я просто надену эту синюю маечку и буду в ней, не в купальнике. В следующий день мы просыпаемся. У нас будет медитация, йога. Для этого я беру свой комплект спортивной одежды от Мироновой. Но кроссовки никакие не нужны, потому что на травке. Коврик я там куплю. Я должна была передать его с Аленой, которая могла взять с собой на пароме, потому что мне его некуда, естественно, мстить. Но я не передала. Думаю, ладно, куплю там. После этого мы переодеваемся. Мы как бы уже покидаем отель. У нас чек-аут. И мы идем погулять по городу. Я думаю, что я вот так вот пойду. Я беру с собой, у меня подо всем. Я один вечер только надеваю вот эти вот каблучки. Когда мы идем аллой, я буду в черном. Все остальное время такая белая, морская. Вот, и в воскресенье буду так гулять. После этого либо прям так и поеду домой уже, либо переоденусь в другую футболку и спортивные штаны в аэропорту, и в них поеду домой. Но смотря какая погода будет, как мне будет комфортнее. В общем-то, все. И в воскресенье вечером я буду дома. Беру с собой только вот эту сумку и вот беленькую с Жакмой. Все. Две породы, две сумки и несколько аутфитов. Также косметики у меня тоже будет крайне мало. Я очень мало крашусь, но я вам покажу, что я возьму. И некоторые зарядки, там какие-то гаджеты. Какой-то уход самый простой за лицом, потому что тоже, да, по объему я не могу взять нормальный свой уход. Ну что, сейчас я все это упакую и приступлю к косметике и гаджетам. Так, что я беру из уходовой косметики? Вообще, по минимуму, Экслаж Про, конечно, едет. Бальзам для губ. Но это я с собой в сумочку возьму. Керем для лица. Это тинт для лица. Вот этого тоже хочу взять. Это все идет в такой специальный пакетик. Дезодорант, конечно же. И умывалка для лица Origins. Просто, чтобы смывать косметику, никак ухаживать, кроме как увлажнять и очищать, я не буду. Ну, я, в принципе, и так ничего особенного не делаю, кроме увлажнения и очищения. Из декоративной косметики. Вот. Румяна. Это тени для глаз. Тушь. Вот эту вот тушь я пробую. Она мне нравится как действует. Но не знаю, в жару вдруг она будет у меня там размазываться. Поэтому я беру проверенную вот эту вот блинк. Она снимается трубочками, точно не снимается. Так разного цвета. Карандаши для бровей. Это тоже карандаш для бровей. Точнее, фломастер. Это тинт для губ вместо помады. Кисточки для глаз. Корректор. Под глаза. Осветлитель. Гель для бровей. В общем, у меня тут для бровей. И другой гель для бровей. У меня для бровей тут просто больше всего есть. Я думаю, еще надо взять этот бальзам для губ тоже. Такой с цветом, чтобы был. Все. Из косметики все. А, духи надо взять. Духи я выберу. Думаю, что я даже с собой буду в сумочке их носить. Возьму реплику. Флауар-маркет. Ну, пусть он у меня будет. Таллин ассоциироваться с цветочками. Это тоже сюда отправлю. Все. Вот это вот все я не беру. Браслетики, духи нет. Упаковываюсь. Я пока сижу. Вот на мне льняная пижама. Я уже вся мокрая. Какая жара. Когда это... Но я не жалуюсь. Я не жалуюсь. Пусть будет жарко. Пусть будет тепло. Тоже хорошо. Побольше летней одежды куплю. Оставляю здесь эту косметичку. Потому что еще с утра упакую зубную щетку. И штучку для языка. Чтобы не забыть. И беру с собой расческу. Резиночку на всякий случай. Беру сумочку с зарядками. Здесь зарядки для всего. Разного крепления. Даже для Apple Watch. Для iPhone. Такая вилка с этими двумя USB. Батарейки для камеры. Конечно же. Потому что вы едете со мной. Все. Надо взвесить сумку теперь. Что? Момент истины. Ну, прям красота. Девять. Я еще могу что-нибудь положить. Молодец я. А я пойду переоденусь в что-то темное. Черную футболку надену. Потому что хочу покрасить волосы. И начать монтировать этот влог. Завтра, ребята, мы с вами рано-рано утром выезжаем в Талин. Но это вы увидите уже в следующем влоге. Когда я приеду, я все смонтирую для вас. В понедельник у меня тоже будет еще ого-го. Потому что когда я возвращаюсь в воскресенье, в понедельник у меня вечером приезжает подружка, которая останется со мной. Где-то на полторы недели. Которую я обычно навещаю в Дубае. Так что... Не забывайте подписываться, ставить лайки. Будет со мной интересно. Весело. По крайней мере, летом. Спасибо, что провели со мной это время. До скорой встречи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok